Музыка газонокосилки Поручение помочь краевой столице стать краше дал на аппаратном совещании в Рио губернатора Дмитрий Демешин. Это не дорогостоящие спонсоры. Давайте привлекать. Ну что в советские годы с дедушкой Лениным-то все бревна таскали. Что нам сейчас мешает? Внешний вид бульваров беспокоит хабаровчан не первый год. Привести их в порядок они часто просят в обращениях к руководителям города и края. На Амурском на днях мэрия организовала санитарную уборку. В ней приняли участие представители администрации, городской думы и общественники. Облагородить уссурийский взялись представители бизнес-сообщества. Мы каждый можем не только замечания сделать властям, но и внести свой вклад в то, чтобы город был аккуратным, культурным. Делать что-то не только в части своей предпринимательской деятельности, но и для города, для своих семей, для своих друзей. Много работы предприниматели сделали на клумбах. В необычно холодном и мокром июне городские цветы нуждаются в очень тщательном уходе. После прошедших обильных осадков в нашем Хабаровске сорняки дружно встали. И клумб очень много. Мы дали возможность растениям задышать, убрали ненужное и подчеркнули те растения, которые здесь и должны показывать свою красоту. Офисы многих участников акции «Все вместе» расположены как раз в районе бульвара. Я, например, своих сотрудников поражил оборудованием для покоса травы и за мной закрепили участок от Тургенева до Комсомольска. И мы, соответственно, все лето планируем заниматься покосами на этой территории. Во многих странах мира принято рядом с домом убираться. И это просто норма. Может быть, нам уже стоит к этому идти и убираться вокруг дома, возле дома. И тогда у нас будет все красиво. Предприниматели после уборки разошлись на том, что это была не разовая акция. Существуют различные инициативы, в том числе по чистке берегов Амура. Это тоже наша гордость. Возможно, таким же составом или более расширенным мы как-нибудь встретимся и там. Анастасия Незнанова. Смотри Хабаровск. Великая Отечественная война продолжалась долгих 1418 дней и ночей. Народы СССР бились до победного конца. Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, жители Хабаровского края пробегут символичные 1418 метров. Ночной патриотический забег свеча памяти проводится в Краевом центре впервые. Наш старт начинается на центральной набережной. Мы пробегаем через аллею памяти героев. Далее сворачиваем ближе к Амуру. Бежим в сторону речного вокзала. Затем поднимаемся наверх, на площадь славы, для того, чтобы возложить цветы и поставить свечи. Для меня это важно, потому что это способ подать уважение нашим предкам, благодаря которым мы сейчас сможем наблюдать мирное небо над нашими головами. Потому что мы любим Россию, мы за Россию, за победу. Вы сами хабаровчане? Нет. Откуда приехали? Спаска. Спаска дальней. Дима, что для тебя значит пробежать в таком забеге со всеми? Ну, это хорошо для меня значит. Это значит для меня то, что я патриот. И значит для меня то, что я люблю свою страну. А за что ты любишь нашу страну? За то, что она меня защищает. Мы бежим за деда и в том числе за всю страну. Мы знаем, что он участвовал в Великой Отечественной войне, погиб. Есть на мемориале его имя, отчество. Больше тысячи человек уже на данный момент зарегистрировано. Это высокая активность по региону? Ну, да. И еще подходят, есть желающие, которые уже встают, пристраиваются, просто уже без номерков. Впервые в Хабаровске у нас проводится вообще, в принципе, ночной забег. И приуроченный к этой дате. Итак, мы дали старт нашему патриотическому забегу. Встречи, давайте, поддержим участникам. Всех удачи! Мы искренне благодарны каждому, кто принял участие сегодня в забеге. 22 июня 1941 года наша страна открыла самую трагичную, самую страшную страницу в истории огромной нашей Родины. Мы пережили гибель миллионов людей. Страшные трагедии. Мы были сильны, и мы победили. В кровопролитной войне пали 27 миллионов человек. Домой не вернулись и больше 47 тысяч жителей Хабаровского края. В памяти героев на площади славы возлагают цветы и зажигают 1418 свечей. У мемориала вечный огонь. Мы с сыном пришли, он с дедушкой воевал. Ну, мимо пройти просто не смогли. Он воевал в Сталинграде в 43-м году, получил контузию. После был госпитализирован. Там не битва под Сталинградом, а именно в городе. В самом там тоже очень страшные бои проходили. Ну, и после он уже на лошадях собирали погибших до конца войны. Дед ушел в армию и сразу же автоматически после армии пошел на войну. Вот. У моего дедушки были много братьев. Их было 8. И часть из них погибло, трое, на войне. Хотелось бы отдать дань, память, ну, своим родным. Мария Шулешко, Максим Артиков. Смотри Хабаровск. А, вы же пенсионер. Не обижайте. Я просто пожилой мужчина. Полны сил и азарта. Ветераны большого тенниса поучаствовали в турнире на кортах парка «Динамо». Ну, поскольку нас всего двое, поэтому нас опустили к молодым, которым 70. Опцией искусственного омоложения могли воспользоваться теннисисты, если не набирался в возрастной кворум, хотя бы четыре участника, или же по самочувствию, есть силы бодаться с молодыми, добро пожаловать в группу помладше. Я японец, так что, да, получается, это международный тренер. А вы откуда? Я из Японии, из Токио. Ямаза Кисатора из Токио работает в Хабаровске 12 лет. И здесь, в России, у него нашлось время на исполнение своей мечты. В 48 Ямаза пришел в теннис. И 10 лет для него это образ жизни. За всю историю существования ветеранского турнира самый достопочтенный возраст. Кто был такой участник? Ну, честно говоря, Лидан Браттон был лет 40 назад. Да, это профессор знаменитый наш с Меддинститута. Он еще начинал все это движение и закончил, когда ему было 82 года. Можете себе представить? В 82 года человек вышел сюда. А нам говорят, что в последний турнир он как раз-таки даже на город не вышел. Он вышел, а никого не было против него. Поэтому он стал победителем. На заднем фоне, смотрите, вот если это турнир ветеранский, да, как будто бы вот это внучки, говорю, ваши болеть, команда болельщиков, он говорит, вы что? Оказывается, турнир, он начинается с скольки? С 35. С 35, да? Да, с 35. А у девушек подразделяются возрастные категории? Ну да, точно так же, как у мужчин, то есть 35, ну, каждый 5 лет 35-40. Просто почему-то так повелось, что у девушек не набирается достаточный кворум, чтобы нас разделить. Хотя среди занимающихся и играющих систематически на хабаровских кортах. Есть и пенсионерки. Есть такие, ходят регулярно, играют, но почему-то участие в турнирах не... Наверное, дача. А в 75 плюс, скажем так, играете в теннис, ходите на работу. Уникальные люди. По секрету скажу. Насыщенная жизнь у людей. Марианна Гейт, Степан Крокус. Смотри Хабаровск. 677 миллионов рублей на расширение программы «Тысяча дворов» именно для Хабаровского края. Дополнительная сумма на строительство современных детских и спортивных площадок по линии Минвостокразвития будет выделена региону после обращения в Рио губернатора Дмитрия Демешина. По этой программе на Дальнем Востоке уже отремонтировано около двух тысяч городских пространств. Проекты реконструкции финансируются из средств президентской единой субсидии. Люди действительно дают очень светлую, очень добрую обратную связь за это. Потому что это как раз наглядное решение, которое мы сразу же приземляем на потребности людей. Спасибо большое. На совещании по комплексному развитию региона главная тема – реализация мастер-планов Хабаровска и Комсомольска на Амуре. В этих двух городах в общей сложности проживают 900 тысяч человек. Это три четверти населения всего Хабаровского края. Юрий Петрович Трутнев в рамках работы месяц назад давал поручения об их, скажем так, калибровке. И для нас вместе с Дмитрием Викторовичем абсолютным приоритетом является нацеленность мастер-планов на выполнение, на ответы на те вопросы, которые перед нами ставят жители. Якорные проекты мастер-планов активной разработки. Продолжается проектирование нового здания Дальневосточного художественного музея. Его ввод в эксплуатацию состоится в 27-м году. Положительное решение госэкспертизы получил проект Межвузовского кампуса. Уже завершено проектирование первого этапа Объединенной набережной Хабаровска. Мы планируем вывести проект по первому этапу под государственную поддержку в рамках механизма Дальневосточной концессии. И просили бы, Алексей Олегович, поддержать этот проект. Сейчас решается судьба санатория Усури в рамках Дальневосточной концессии. На его базе планируется создание реабилитационного центра. Проходить лечение там смогут в том числе участники СВО. А еще сейчас завершается проектирование первого в новейшей истории региона круглогодичного детского лагеря. Его смогут посещать более 5000 человек в год. Ставим задачу, чтобы в сентябре-октябре начать строительство объекта. Для дорожной доступности в Хабаровске разрабатываются проекты строительства трех новых автомобильных развязок. Будут обновлять и общественный транспорт. Участие в закупке трамваев, троллейбусов, а также ремонте электросетей будет принимать госкорпорация ВПРФ. Ключевая задача мастер-плана – сделать каждый район города самодостаточным, чтобы вся социальная инфраструктура была для его жителей в шаговой доступности. Такие районы развиваются на основе центров городской жизни и в мастер-плане предусмотрено создание десяти цехжем. В Рио губернатора поручил создать виртуальную карту реализации мастер-плана. В ней будет отражен ход работ всех проектов, а жители края смогут оставить свои комментарии и получить обратную связь. Анастасия Незнанова, Степан Крокус, Смотри Хабаровск. Аномальные весенние холода на западе России ставят под угрозу урожая нынешнего сезона. Фермеры Хабаровского края тоже не в восторге от июня. Ночные температуры гораздо ниже, чем обычно в это время года. Дальний Восток – зона рискованного земледелия. И получить гарантированный урожай можно только выращивая овощи в закрытом грунте. Так как это делает фермер Андрей Ким в селе Бичевая. Первый за это лето урожай огурцов фермер собрал в начале июня. Четыре теплицы поставил в прошлом году на средства Гранта Агростартап. Теперь каждые два дня срывает зелененькие и упругие и поставляет на рынок многорядов. В условиях климата такого сурового, резко континентального приходится, чтобы раньше выйти, соответственно, и цены будут соответствующие, да, и возможность уберечь растения от заморозков. В трех теплицах я посадил помидоры, где-то три с половиной тысячи корней. И в трех огурцы в таком же количестве. Ну, думаю, где-то за сезон, ну, тонн по восемь, по семь, я думаю, так, это так. Две теплицы остались Андрею от родителей. Все шесть сооружений занимают чуть больше трех соток земли. Еще гектар овощей открытого грунта. Баклажаны, перцы и капуста тоже хотели бы под крышу. Из-за холодов кое-что даже пришлось высаживать дважды. А вот огурцы чувствуют себя превосходно. Цветут и дают урожай. А вот это белое, что это такое? Это доломитовая мука, это биофунгицид, два в одном. Она действует как от болезни мучнистой росы, изготавливается из доломитовых пород. Собираем мы примерно вот таких размеров огурец, сантиметров 12-15. А что за сорт? Сорт Герман. У томатов обрывают пасынки. На стебле оставляют не больше двух основных веток. Так пасленовые идут в плод, а не тратят ресурсы на лишнюю зелень. А что за сорта? Сорт это ти, тоже японской селекции, желтые помидоры. Да, первый год я их просто испробовал, не знаю, как получится. А там? А там у нас КС-58, тоже японской селекции. Вот уже помидорчики здесь есть розовые. Вот они, да. Когда будете снимать урожай? Я думаю, 10 июля. В этом году начинающие фермеры могут получить до 7 миллионов рублей при участии в конкурсе грантов «Агростартап». Из краевого бюджета на эти цели выделен 41 миллион рублей. Поддержать планируют до 10 заявок. Грантовая поддержка «Агростартап» у нас действует в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Действует наш региональный проект создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации. В этом году мы конкурс объявили 24 июня. В течение месяца мы будем принимать заявки. Теперь прием заявок на конкурс грантов «Агростартап» ведется на электронном портале. Стать участником можно, обратившись в Центр компетенции Краевого сельхозфонда, который под ключ помогает подготовить заявку и загрузить ее в цифровое пространство. Наталья Чернышева, Максим Артиков. Смотри Хабаровск. У нас помимо наших детей во дворе, у нас еще приходят с 30-й школы ребята. Очень много детей на этой площадке, только независимо от нашего дома. Вот все соседние дворы, они все здесь гуляют. Такие площадки появятся во дворах домов на Запаре на 30-32 уже в середине лета. А пока здесь заливают свежим асфальтом дворовый проезд и проходы к подъезду. Две территории попали в федеральный проект. На их благоустройство выделено 14 миллионов 300 тысяч рублей. Основа программы вам дают деньги, делают современный двор, но вы как собственники должны его содержать и за ним следить. Чтобы побороться за возможность получить федеральные средства на преображение двора, собственники на общем собрании утверждают смету и дизайн-проект. Оценить ход работ на Запарина приехал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Осмотрел площадку и пообщался с жильцами, выслушал их замечания и предложения. Есть замечания, есть вопросы, но это всегда было, есть и будет. Но эти замечания будут устранены, все пожелания жителей будут услышаны и удовлетворены однозначно. В этом году на средства президентской единой субсидии в Хабаровске благоустроят 7 дворовых территорий на сумму чуть больше 50 миллионов рублей. Эта программа была продлена, но она сегодня маленько по-другому называется. Но тем не менее, это то же самое, это благоустройство дальневосточных дворовых территорий, многоквартирных домов. Анастасия Незнанова, Степан Крокус, Смотри Хабаровск. Пошел в тайгу на охоту, от мой отзыв не заметил, пришел, поздно, ампутация, все. Несколько лет назад Александр Козил лишился сразу двух ног из-за обморожения, после чего столкнулся с апатией и алкогольной зависимостью. Однако сам смог справиться при помощи спорта, которым занимается всю жизнь. Я был вообще за сторонником, баскетбол, варейбол, шахматы. И продолжаю таким быть, но уже с некоторыми ограничениями. Баскетбол как бы нет, варейбол нет, футбол само собой нет, хоккея тоже нет. Но остальные, которые я могу, я участвую. В шахматы я в пятерку вхожу в Хабаровске, в теннис, в второе, первое Хабаровске. А сегодня стал победителем в спортивном фестивале «Инва Амур-2024» в дисциплине керлинг. Большой турнир стартовал сегодня в физкультурно-оздоровительном комплексе на Ореховой сопке. «Инва Амур» – это первые межрегиональные состязания для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Организаторы вдохновились всероссийскими соревнованиями инвалидов с ПОДа, которые проходят в Сочи. В каждом регионе проводятся подобные фестивали. Ну, для себя там. Якутия проводит свой фестиваль, мы проводим свой фестиваль. Амурская область – свои фестивали. А тут мы решили объединить все. Сегодня будет керлинг и мастер-класс. Завтра также здесь, это 27-го, у нас плавание и легкая атлетика, гонки на колясках. И потом мы переезжаем в Ерофей-арену. Всего за победу в пяти номинациях борется 51 спортсмен из шести регионов Дальнего Востока. Хабаровский край представлен сразу двумя командами. В одной из них ветераны специальной военной операции. Все они возвращаются к мирной жизни через спорт. Первые успехи ветераны показали пару дней назад на этапе Кубка Защитников Отечества. А теперь демонстрируют навыки на Инва-Амуре. Нам уже не интересно дома сидеть. Нам хочется где-то двигаться, где-то чем-то заниматься. Что замотивировало? Ну, наверное, знакомство с новыми людьми, где-то возможность попробовать себя. Где-то хочется выступить на Паралимпийских играх и стать чемпионом. Муниципальные и межрегиональные соревнования могут стать для некоторых атлетов ступенькой на пути к профессиональной карьере. Однако, чтобы воспитывать победителей и прививать им культуру спорта, необходимо воздействовать и точечно в каждом населенном пункте. Надо не бояться вовлекать ребят в свои спортивные секции. Не бояться тренеру брать на себя ответственность. На самом деле, ребята, они ведь такие же люди, как и мы все с вами. Просто боятся брать на себя ответственность. Мы готовы оказать всевозможную поддержку. Мы заинтересованы и сделаем все возможное, чтобы вовлечь большее количество людей в спорт. Для этого нужны в том числе соревнования и фестивали, такие как Инва-Амур. В Хабаровском крае около 55 тысяч инвалидов. Однако спортом занимается небольшая часть. Используя ресурсы краевой программы «Доступная среда», мы регулярно проводим спортивные фестивали детские, взрослые. И вот в сентябре пройдет уже 29-й взрослый фестиваль инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. И поэтому, конечно, эта работа системная поставлена. А чтобы было где заниматься, сейчас в правительстве региона прорабатывается вопрос строительства межрегионального спортивного центра для людей с инвалидностью. Александра Пескуна, Ольга Власова, Смотри Хабаровск. Рыба вонючая, дом жалуется вонище. Утро, палаточный городок вдоль почты. Легализовали ли продажу просроченной продукции? Несанкционированный рынок с просрочкой существует в поселке Горького не один десяток лет. Большинство местных против дурнопахнущего антисанитарного соседа. Возле него всегда много бездомных собак, которые чувствуют себя хозяевами и терроризируют людей и зимой, и летом. Я боюсь. И не только я боюсь. У нас дети не ходят в техноспектр. А там у нас все образовательные кружки собраны. Помимо того, что вот сейчас убрали с ДК нашего, там все образовательные кружки. То есть вот у меня ребенок ходил на роботехнику и на моделирование. Теперь мы второй год не ходим. Вопросы к мэру сыпались со всех сторон. Людей волнует состояние Дома культуры 1940 года постройки. А также площади, где установлен памятник писателю Максиму Горькому. Стояли лавочки, когда мамы с колясками сидели. Были какие-то зеленые зоны. И, значит, цветочки росли. Сейчас это какая-то мертвая пустыня. И самое главное, что наш пролетарский писатель Горький, значит, вот эта плитка все время облупляется каждый год. Но если на год ее хватает, то это хорошо. Жители поселка запаслись аргументами. Мэру передавали фотографии и копии ответов из районного комитета. Все вопросы острые, отметил Сергей Кравчук. Некоторые, как, например, безопасный подход к школе номер 27, взял под личный контроль. Нет ни одного перехода со стороны Покуса для автомобилей есть. А детям идти негде. Нет ни пешеходного перехода. Дети могут только возле мусорных баков пройти. И все. 24-й год середина. Как было, так все и есть. Вот и ответы. Куча ответов на это. Первостепенная задача подготовка подхода к школам. Это к 1 сентября. Они должны быть сделаны везде. Да вот ответ вам вы почитаете. Спасибо, что вы сказали. И я возьму прям лично на контроль. Больше всего вопросов прозвучало по поводу состояния дорог. Яма на улице Жуковского, например, с каждым днем все больше превращается в траншею. Улицы энтузиастов и другие магистрали тоже очень ждут дорожников. Вопросы по текущему ремонту дорожного покрытия. Это улица энтузиастов. Это улица Восточное шоссе. Это Гагарина и другие улицы. Также мы приступаем в конце июля. Я поручил разработать дорожную карту по поселку Горьково. И все вопросы в этой дорожной карте будут учтены. И сроки исполнения каждого вопроса. Наталья Чернышева и Максим Артиков. Смотри Хабаровск. Рано утром с поезда, затем завтрак и сразу гулять. У школьников из Верхнебуринского района насыщенная культурная программа по знаковым местам Хабаровска. Экскурсовод Валентин Вакуленко рассказывает детям, что было раньше на месте нынешней площади Ленина. В том числе в период Великой Отечественной войны. На знакомство с Хабаровском у ребят из маленького поселка Солони один день. Кроме автобусной и пешей экскурсии в программе посещение музеев Амурского моста и мир говорящих машин. А на следующий день Петроглиф и Сикачи Аляна. Это погружение прям в историю Хабаровска. Даже больше и в Хабаровского края. Это воспитание патриотизма, любви к своей малой родине. И вообще хорошая возможность узнать для детей что-то новое, то, чего они не знали до этого. Программу бесплатных путешествий для школьников отдаленных районов Организовало Министерство туризма Хабаровского края на проезд до краевой столицы и обратно. На проживание, питание и экскурсии выделено 12 миллионов рублей. Для большинства это первое посещение Хабаровска, но есть среди школьников и матерые путешественники. Я люблю на поезде ездить. Все мне нравится. Еще дорога, это все вообще классно. В Москву часто ездим. Ну раза четыре, наверное, были. В Хабаровске часто бываем. Недавно ездили в Чикдамы, в музеи ходили, потом в кинотеатр. Тоже интересно очень было. В туры по региональной программе за май, июнь и сентябрь этого года отправятся порядка 450 ребят с 7 по 9 классы. Приоритет у детей, участников СВО, школьников из многодетных и малоимущих семей, а также у победителей Олимпиад и всероссийских конкурсов. Дмитрий Павленко, Анастасия Незнанова, Ольга Власова. Смотри Хабаровск. Перетягивание сосисок, забег на лыжах и в больших штанах, полоса препятствий на батуте, игра в волчок и дай пять. Все это нужно сделать ребятам, чтобы победить на спортивном фестивале. На одну станцию отводится 12 минут. За это время каждый участник большой команды, в среднем это 25-30 человек, должен пройти испытания как можно быстрее и сделать наибольшее количество подходов. Наша задача была в том, чтобы перетянуть сосиску на нашу сторону, и мы выиграли. А есть вот какая-нибудь техника, как правильно перетягивать сосиски? Ну, техника заключается в том, чтобы рывками тянуть сосиску на нас. Главный секрет победы в команде, складывая дружность команды. За каждое испытание мы получаем такие валюты, и можно в этой валюте пойти в магазин и купить что-нибудь себе. А что бы ты хотел? Конфет, мне кажется, печень. Чтобы добиться победы, ребята даже обувь с себя снимают. У нас соревнования штаны. Там надо вставить ноги, два человека, и пробежать. А ты тоже, я смотрю, без носков. А почему? Да, потому что в кроссовках очень трудно залазить и вылазить, потому что нога может застрять. У нас шесть локаций, команд десять. На каждой локации по две команды одновременно. Они соревнуются между собой. Очень любим это мероприятие мы, как организаторы, и, естественно, дети. Потому что помимо веселья, батуты всегда у детей ассоциируются с весельем, мы еще преследуем такие задачи, как сплочение коллектива, прокачка их спортивных навыков. Детский отдых должен быть веселым, активным и познавательным. Занять детей правильно во время летних каникул родителям помогают лагеря, спортивные и творческие секции, а также трудовые отряды старшеклассников. Я верю в то, что если ребенок не занят хорошим делом, он обязательно занят плохим делом. Это действительно правда, так происходит. Поэтому наша задача занять детей по максимуму хорошими, позитивными, полезными делами. Научить их взаимодействовать друг с другом. Самая главная проблема для родителей и для воспитателей. Если она останется дома, он чем будет заниматься? Ну, наверное, только одним. Это гаджеты в руках. В мире детства нет гаджетов, в мире детства нет телефонов. Телефоны раздаются детям только после проведения вечернего огонька, буквально на 15 минут. А чтобы у детей не было потребности в гаджетах, вожатые проводят в том числе такие масштабные спортивные мероприятия. Также лагеря набирают себе отряды по направлениям. Это позволяет детям пройти профориентацию и даже получить новые навыки. У нас первая и третья смена. Традиционно проходит как патриотическая смена. Она так и называется «Наследники Великой России». Мы проводим эту смену совместно с патриотическим клубом «Взлет» города Хабаровска индустриального района. Мы уже ее провели. С ребятами работали инструкторы, которые приезжали сюда, обучали детей. Самообороне, парашютному делу, выживанию в лесу. Всего за первую летнюю смену оздоровительной компании в Хабаровском крае отдохнули больше 30 тысяч школьников. 146 тысяч у нас в крае детей. 80% от них занято в организованных формах. Порядка 79 тысяч детей занято у нас в лагерях. Лагеря пришкольные, лагеря загородные, труда и отдыха, палаточный лагерь. Для старшеклассников приемлемая форма и тоже очень востребованная – это профильные отряды. Тоже по интересам, трудовые отряды. Александра Песку, Максим Артиков. Смотри Хабаровск. А что вы такое вкусненькое сейчас делаете? Тыквенный пирог с грушей и заварной начинкой с маракуйя и корицей. У меня слов нет. Кафе-кондитерская «Особняк номер 11» открылась в Хабаровске в начале года. Предприниматель арендовал памятник архитектуры на Запарина. Посетителям предлагают порядка 80 вариантов десертов. Часть оборудования приобрели при помощи Краевого фонда поддержки малого и среднего бизнеса. При поддержке фонда мы приобрели подовые печи, расточный шкаф, холодильник шоковой заморозки. Также систему вытяжки и систему приточки в зале мы тоже приобрели с помощью фонда. В прошлом году поддержкой Краевого фонда воспользовалось 26 предприятий общественного питания, в том числе и руководители кафе-кондитерской. Мы взяли кредит в фонде в размере 3 миллионов под процентную ставку 5,5% годовых на 3 года. Если сравнивать с кредитованием в банках, то фонд, конечно же, в разы выгоднее и удобнее, и ставки гораздо меньше. Поддержку получают в рамках президентского нацпроекта малое и среднее предпринимательство. Бизнес может снизить ставку на 1% по всем микрозаймам, разместив заявку на цифровой платформе МСП. Кроме того, правительство региона разрабатывает комплекс мер поддержки по продвижению товаров и услуг местных брендов. В любом случае местный бренд – это узнаваемость. А во-вторых, основное направление – это продвижение. То есть мы будем оказывать поддержку предпринимателю как на территории края, как и в продвижении продукции вне Хабаровского края, на территорию России, может быть, даже за рубеж. Интересные вкусные завтраки и приятная атмосфера. Мне даже напомнило сегодня так частичку Петербурга. Вот люблю, когда так душевно и атмосферно. Наталья Чернышева, Эмиль Соломин. Смотри Хабаровск. Полоса препятствий на региональном этапе Кубка Дальнего Востока Игры ГТО включает 7 испытаний. К победе атлеты должны добраться челночным бегом, прыжками в длину, по пути толкая гирю, приседая с ней на груди. Правила для всех участников почти одинаковые. Но с учетом пола и возраста. Например, мужчины подтягиваются из виса на высокой перекладине, леди делают сидя жим двух гантелей с плеч. 18-летний Евгений Бережанский уже отстрелялся и ждет результатов. У меня вся жизнь связана со спортом. Так или иначе, во многом себя попробовал. В основном это борцовские виды спорта, то есть борьба греко-римская, джиу-джитсу. Ну а в спорт меня привел отец, который участвовал в первом забеге, тоже на первой дорожке. Он меня пригласил, пришли участвовать. Это отборочные соревнования. Хабаровск принимает их во второй раз. Цель набрать команду сильнейших из шести юных атлетов и шести взрослых. Те 12 спортсменов, кто покажет себя здесь лучше всех, получат путевку в финал главных соревнований 8-го Восточного экономического форума. Он стартует во Владивостоке уже в сентябре. Я уже участвую здесь второй раз. В прошлом году тоже здесь участвовала и даже попала в тройку. И мы поехали на финал Владивосток. И там заняли третье место среди 11 регионов. Здесь решила попробовать себя еще раз, но я уже в старшей категории. Гораздо сложнее. Гиря теперь стала 12 килограмм вместо 8. Для меня это пока тяжелый вес, но тоже решила попытать удачу. Региональные этапы третьего Кубка Дальнего Востока игры ГТО сейчас проходят во всех регионах. В Хабаровском крае уже подано больше тысячи заявок. Состязаться будут по 30 июня включительно. Несмотря на то, что соревнования уже стартовали, присоединиться и побороться за место в сборной региона можно и сейчас. У нас две возрастные группы. Это 14-17 лет и 18 лет и старше. Может заявиться любой желающий. Заявку можно подать по электронной почте ГТО ДВХ. Либо по телефону 57-47-11 наш краевой центр. На открытие игр ГТО в Хабаровск приехали сразу две делегации. Российского министерства спорта и их коллеги из Белоруссии. Для них провели экскурсию по краевому центру единоборств, который стал площадкой проведения фестиваля. Прекрасные условия, очень хорошие, позитивные эмоции от посещения этого объекта. Впервые мы в Хабаровске, именно хотели бы посмотреть инфраструктуру. Смотр мы делаем в рамках проведения совместной коллегии. Министерство спорта Российской Федерации, Министерство спорта и туризма Республики Беларусь. Сегодня обширная программа. Мы уже были сегодня на военно-патриотическом центре. Сегодня сейчас на центре единоборств. Смотрим, как проводятся соревнования по массовому спорту по фестивалю ГТО. Это интереснейший опыт. Я думаю, что будет чем поделиться. И завтра уже на деловой части, где будет подписание различных документов по нашему сотрудничеству, мы обменяемся этим опытом и что-то полезное учтем друг для друга. Мария Шулешко, Эмиль Соломин. Смотри Хабаровск.